Пригнали нам очередной автомобиль, а в очереди следующий на ремонт. Также 5511, самосвал. Будем капиталить его также. Вот он на жесткой пришел. Всем добрый вечер. По поводу нашего проекта, очередного автомобиль заехал 5511. Это самосвал, 80-х годов выпуска. Надо, кстати, посмотреть какой точно год, потому что документы не оставил заказчик. Будем мы полностью капиталить эту машину, но по согласованию заказчикам. То есть, допустим, здесь уже точно известно, что резина остается БУ. Кабина будет полностью после капремонта. Двигатель после капремонта. Коробку будем оснащать здесь делителем. Коробка изначально была 14-я, будет 152-я у нас коробка. То есть, это самый-самый старый самосвал из первых линеек КАМАЗа. Вот в таком он состоянии плачевном находится. Автомобиль, конечно, походил свое. Практически ни одного целого метиза здесь не выкручивается. Все метизы приходится либо срезать, либо газорезкой работать. Так как все здесь прикипевшее, приржавевшее. Вот из этого автомобиля мы сделаем конфетку. Автомобиль у нас на своем ходу, естественно, выйдет. Будет работать, будет гарантия на него. Пока как-то так. Пригнали к нам второй КАМАЗ 5511. Демонтируем кузов. Пока у нас суть до дела. Погода налаживается, тепло. Было решено агрегаты с него демонтировать. Кабину демонтируем силовой. Отдадим агрегаты на ремонт, чтобы ускорить сборку. Входят и эта машина на вторую ветку встает. Также это от нашего клиента. С челябинскими номерами машина. Автопарк они восстанавливают. Эта машина уже в состоянии немного получше. Год 99-й у данного автомобиля. Переходная модель с 2000 года. Как раз еврики уже пошли. Это последние-последние выпуски старых КАМАЗов. На прижимах которые. Двигатель здесь уже идет турбированный. Вот он. Курбина. Коробка без делителя. Здесь уже булькировки есть. Межосевые присутствуют. Но будем все под евро максимально переделывать. Раму будем усиливать. Это автомобиль 5511 1999 года. Последний старичок старого образца у нас выпущен. Как раз в 99-м году. Потому что с 2000 года уже пошли. Танки грязи не боятся. Еврики. Вот. Машина у нас из партии. От постоянного клиента нашего. Вот. Также здесь рядом стояла другая машина. Вот что от нее осталось. Раму на чистку отдали. Агрегаты уже мы разобрали полностью. Отдали на ремонт. Кабина также на ремонте находится. Подготовили чулки для сборки. Будем сейчас промерять. Смотреть размерность. Смотреть заводские допуски. Здесь у нас уже приобретены запасные части на ходовую. На ходовку полностью. Сальники. Будем собирать это все под евро. Штанги. Штанги старого образца. У нас будут меняться на штанги с пальцами рмыша. Передний рулевой механизм у нас будет на подшипниках. И по максимуму будем под евро. Рама будет здесь усиленная обязательно у этого автомобиля. Вернемся ко второму проекту. Вот он второй проект. Идентичные полностью автомобили. Автомобили приходят к нам без кабины, без спальных мест, с низкой крышей. Коробка без делителя. Здесь двигатель представлен на этом автомобиле турбированный. А на предыдущем автомобиле атмосферный исполнение. Машина будет в дальнейшем разбираться. То есть завтра, я думаю, этот автомобиль уже разберется полностью. И также все агрегаты отправятся у него на ремонт. По раме будем смотреть и решать. Пока видимых трещин, повреждений мы не обнаружили. Полный разбор покажет уже дальнейшее действие. Продолжается сборка двух автомобилей 5511. Расскажу поподробнее, на каком этапе на сегодняшний день сборка находится. И по первому, и по второму автомобилю. Данный автомобиль у нас уже оснащен силовым агрегатом. Этот автомобиль у нас 1986 года выпуска. Двигатель здесь стоит атмосферный. Без турбокомпрессоров. КПП изначально была здесь 14. Сейчас доукомплектовали мы этот автомобиль делителем. Резина по решению заказчика осталась БУ. Какая работа выполнена. Рессоры заменены. Пневматика и электрика уже протянуты парами. Электрика здесь будет евровая. Пневматика тоже евровая. Осушитель евро уже сюда установили. ПЖД-14 поставили. Радиатор. Охладитель присутствует. ГУР и насос ГУР заменены на модель 4310. То есть усиленные. Передние тормозные камеры новые. Задние, естественно, тоже. Шланги, пневматика. Выхлопная. Здесь уже смонтирован надрамник. Примеряли мы сюда сегодня новые пальцы. Вот они. Пальцы примерили. Все равно небольшой люфт есть у пальцев. Поэтому по согласованию с заказчиком будем, наверное, замену втулок мы производить на этом автомобиле. А резина, как я и говорил, уже БУ осталась. Мосты полностью с капитального ремонта целиком. Редуктора, коробка. Карданы ждем. Здесь у нас балансир усилен 10-тонный. Установлен сюда балансир. Так, вот он где там внизу. Балансирка 10-тонная. Редуктора остались как есть. Блокировки мостовые отсутствуют. Отсутствуют. Блокировка на среднем редукторе в виде межосевого дифференциала присутствует. Заменили мы здесь некоторые штанги. Раму здесь усилили на этом автомобиле. Евровая рама уже с усилителем идет. Вот это что касается первого автомобиля. Этот автомобиль у нас постарше. 1986 год. Рядом на сборке находится автомобиль его Собрат. Так сказать. 1999 года выпускает автомобиль. То есть это один из последних автомобилей старого исполнения. То есть до евровой эры, так сказать, Камазов еще автомобили эти выпускались. Как раз с 2000-х годов уже пошли еврики. Также здесь автомобиль уснащен по ЖД-14С. Также здесь полный капитальный ремонт в передней балке произведен. Полный капитальный ремонт мостов. Здесь вот уже кулаки поворотные переделаны под евро, под подшипники. То же самое переделано по пневматике под евро. По электрике. Пучки уже евровые будут стоять. Выхлопная система новая. Электрика протянута. Ждем кабины. Кабина на 1986 год уже готова. Там цвет кабины хаки. Хаки мы окрасили уже тоже в евровый цвет. Такой матовый, который. Вот здесь у нас ребята кулису собирают. Балансирка также усилена до 10 тонн. Передние рессоры полностью в сборе новые установлены. Задние усилены. Здесь пока редукторов еще нет. Ждем. Завтра должны быть они. Вот она балансирка 10 тонн. То есть замена струны производилась. Рама здесь не усиливалась. Остается старого образца. То есть просто П-образный у нее швеллер. Без усилителя. Энергочи, естественно, новые. Вот надрамник также для этого автомобиля приобретен. Завтра будем приобретать топливные баки. Топливные баки у нас останутся по 250 литров. Вот здесь, в отличие от автомобиля 1986 года, уже будет двигатель модели 7403. То есть это стурбонаддувом. КПП также была здесь 142. Будем переделывать ее по 152. Задача уже агрегатчиком поставлена. Вот они, рессоры передние. Вот они, поворотные кулаки. Здесь все новое. Машины от нас выйдут конфетками с гарантией. На этот автомобиль будет установлена кабина цвета Белая ночь. Кузова останутся старые. Что на первом, что на втором автомобиле. Ну, конечно, по монтажу самосвальных платформ будем решать дальше. Пальцы уже приобрели. Будем смотреть при монтаже. То есть нужно ли будет втулки менять. На первом автомобиле уже, скорее всего, втулки придется заменить. По этому автомобилю пока еще вопрос. Надрамник установим. После этого уже будем смотреть. Также на двух автомобилях у нас будут фаркопы. Что на первом, что на втором. Электропневмовая вода будет присутствовать обязательно. Кабина готова наша. Цвет хаки у него была. Машина старая. 86-го года. То есть она была изначально, как раз, такой блестящий цвет. Но решили сделать из-под евро матовый. Как сейчас модно. Матовый под войну. Получилась у нас кабинка. Панель здесь старого образца. Размещение приборов тоже старого образца. Гитара будет здесь тоже старого образца. С так называемым автоматом. Полка. Обшивка. Это все, естественно, новое. Остекление с разделенным лобовым. Ручник. Старого образца. Ну, то есть машина старого образца. Что здесь сделали евро. Полы евровые уже сделаны. Нижние полы тоже евровые. Вот. Полка. Крыша высокая поставлена. Полка евровая. Козырек евровый. Плафоны евро уже. Ну, то есть где по максимуму, где могли, там сделали евро. Приборы остались у нас разделенные. Разнесенка. Потому что панель не стали приборную менять. Гитару, я уже сказал, останется старого образца. Здесь дворники также будут включаться на панели клавишей. Будет установлен сюда преобразователь. Будет установлен сюда прикуриватель. Вот эта кабина у нас пойдет на самосвал. Установили вот такие вот панели дверные. Ручка-подлокотник это называется. Тоже евровая. Кабина уже стоит. Этот автомобиль уже сегодня заводили. Первый запуск мотора осуществляли. Видео также будет доступно. Мотор здесь обычный. Без турбокомпрессоров. Коробку передач оснастили делителем. Машина уже полностью готова к установке самосвальной платформы. Здесь надрамник остался родной, свой. Который и был. Обычно надрамники, потому что у них изношенные. Собрали узел гидравлический. Включение самосвальной. Будем тестировать его. Смотреть работоспособность после установки уже гидроцилиндра. Как всегда, балансир усиленный. Десятитонный. Рессоры задней. Изношенные листы заменены. Передние рессоры пачками новые установлены. Фонари заднего света. Мосты. Без блокировок старого образца. Резина осталась от заказчика. Старая БУ. По требованию. Опять-таки заказчика. Бак здесь заменен. 250 литров оставлен. Бак родной. Выхлопная полностью заменена. Здесь выхлопная вся новая. На автомобиле. Вот. Воздухозаборник установлен. Будем вопрос еще решать по удлинению магистрали воздухозаборника. Двигатель капремонт. Кабина у нас пришла с низкой крышей. Кабина была не евровая. Вот. Сейчас сделали мы высокую крышу. Установили полку надоконную. Лобовое осталось разделенное. Приборка старого образца осталась. Сидение водительское установлено. Анатомия высокая. А пассажирское и среднее сидение низкое. Анатомия. Педали. Узел. Педальный под евро переделан. Полы. Так же переделаны под евро. Вот. Вот как выглядит у нас пространство под облицовкой. То есть ГТК установлен здесь. Изначально ГТК был у нас старого образца. Под кабины располагался. Здесь тоже переделано все уже здесь под евро. Но по требованию заказчика фанфары мы передние оставляем на облицовке. Докомплектовали автомобили по ЖД-14. Так же будут сюда планары установлены. Это обязательно. Вот. В этот раз мы будем запитывать и по ЖД и планары от бачка. Потому что в прошлый раз запитывали от топливного бака. В этот раз заказчик попросил запитать от бачка. То есть будет здесь бачок установлен на кабине дополнительный. И от него будет запитываться от автономного бачка. Это второй автомобиль. У этого автомобиля 99-й год выпуска. Машина посвежее. Последние выпуски. Здесь с автомобилем, с двигателем вышел у нас небольшой казус. Не могли долго подобрать блок. Не могли долго подобрать коленчатый вал. Агрегатка уже вся готова. Вот она коробка передач. 15-я лежит. Готовая к установке. Выхлопная также вся поменена. Топливный бак сюда. Необходимо еще будет установить 250. Надрамник здесь уже заменен. Приобрели вот такой надрамник. Надрамник БУ. Наварил уже старый хозяин сюда усилители. Без трещин надрамник. Позаботился о том, что усилить слабое место. Аналогичный автомобиль. Цвет кабины здесь дымка. Кабина стоит уже у нас на базе на улице. Готовая к установке. Ждем двигатель. И у нас эти машины вместе выезжают. Полностью автомобили готовы. Уже к выезду. Ну и следующие автомобили ждут в своей очереди уже на стоянке у нас. Продолжение следует. Р All done. Средин fab .... Л Ас Armor Не угодно. И улллляй Уй Shaans. И улллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллк. Машина у нас получается Евро 0 Без турбин Залили антифриз Включили по ЖД Будем заводить Сегодня у нас опять Несмотря на то, что 12 марта на дворе Минус 20 градусов мороз Готовимся к установке Самосвального кузова на машину С воздуханом С заказчиком еще не согласовали Как делать Скорее всего будем удлинять горловину Подсоединяться Вот Так как Под евро уже машину мы переделали Заборники все евро Получается Панематика Электрика тоже на евро Проверили работоспособность Всех систем Едем на обкатку Скоро мы А потом уже после обкатки будем монтировать Самосвальную установку Второй автомобиль Одновременно два автомобиля загоняли На второй автомобиль у нас Кабина уже готова Все агрегаты готовы Ждем двигатель Ждем двигатель С двигателем небольшие у нас Задержки А так машинка тоже полностью уже готова Всем добрый вечер Очередная съемка нашего проекта Два Камаза у нас готовы 5511 Вот первая машина Это цвет дымка Двигатель турбированный здесь Чешские турбины установлены 5511 модель У этого Камаза Старого образца На прижимах По согласованию с заказчиком Здесь капитальный ремонт производился Резина старая оставлена В остальном Полный капремонт проведен Включая кабину Силовой агрегат естественно Коробки передач Коробку передач здесь оснастили делителем 15 коробка стала вместо 14 Вот Сегодня установили мы кабину Установили силовой агрегат Долго мы его ждали Силовой агрегат С ним были проблемы Здесь уже надрамник установлен Надрамник мы также б.у. приобрели Другой От заказчика Потому что надрамник был Лопнутый Листы рессор усилили Балансирку усилили Балансирку сейчас покажу Теперь у нас Толстая струна установлена Бак топливный Ожидает своей установки Скоро будет установлен Сюда 250 старого образца Топливку переделали под евро Передние рессоры Пачками новые установили Рулевые механизмы Также евро здесь Уже На подшипниках шкварня Гуры Заменили На 4310 Насосы гуру Также 4310 Кабины Полный капремонт Без существенных изменений Кроме того Что здесь Высокие крыши установлены На камазах Фара оставлены на облицовке По желанию заказчика Вот Три сидения В кабине Железная панель Проводка Пневматика Естественно Все новое стоит Вот такие машинки Получаются Машина у нас Выходит на обкатку Через два дня Впоследствии Будет сюда монтируется Кузов самосвальный Кузов самосвальный Будет БУ Оставлено заказчика А в остальном Проведен полный Капитальный ремонт С гарантией Балансирная тележка Здесь Собрана На Бронзовые втулки Вот Установлены у нее Крышки С тавотницами Для возможности Смазки Аккумуляторы Заменены на новые Выхлопная система Также поменена Все что касается Воздушной системы Установлен здесь Осушитель На кабину Установлен кран ГТК На Облицовку Одноцилиндровый Компрессор Вот такие у нас Машины Получились Так это у нас Второй автомобиль Из той же серии Машина у нас Здесь обкатку прошла 150 километров Намотали Прямо на ней Заехала На доработки Установили Новый гидробак Сюда Гидроцилиндры Сегодня с ремонта Привезли Будем мы здесь Дорабатывать Корпус воздушного Фильтра С заборником Будем удлинять Горловину Воздушного Фильтра Вот у нас Фильтра Новый Стоит Стоит И ПЖД И ПЖД И Планар От автономного Бака 13 литрового Располагается Он на крыле Вот в остальном Машины полностью Идентичны Эта машина Уже Проходит у нас Обкатку Первый этап Закончен Следующий этап Уже будет Вместе с Кузовом Итак Всем добрый день Заключительное Видео у нас По нашему Проекту Очередные Машины От нашего Постоянного Заказчика Готовы Камазы 5511 Эти машины Старого Исполнения Не Евро Автомобили Много Уже По ним Видео Снимал По сборке Вот готовые Автомобили Выгнали Что Здесь Какие Особенности По этим Машинам Коробка Сносили Делителем Двигателя Оставили Как есть Один Турбированный Один Нет В связи С тем Что Сейчас Камаз У нас Прекратил Выпуск Подставок Под Горловину Воздушного Фильтра Здесь Уже Стенка Евровая Поэтому Пришлось Пользоваться Вот таким Методом Удлинения Горловины Фильтра Вот Поставили Мы Фильтр Грубой Очистки Также Евро Кабины Здесь Полностью Переделаны Под Евро Высокая Крыша Полка Сиденье С высокой Спинкой Водительское Два Дополнительных Сиденья Включая Пассажирское Полы На стил Пола Евро Стоит Планары 4DM Установлены На двух Машинах Прикуриватель Преобразователь Обязательно Присутствует Здесь Установили мы Обшивку Внутреннюю Двери С длинной Ручкой Тире Подлокотником То есть Это Ручка Подлокотник Фары Головного Света Оставлены На облицовке По желанию Заказчика Было Сделано То Укомплектовали Автомобили Мы ПЖД 14 Новыми Вот Это Первый Автомобиль Цвет Хаки Он у нас Постарше Разместили Бачки ПЖД С внешней Стороны Отдельно Сделали Запитали Установили Мы сюда Самосвальные Платформы Кузова На одной Машине У нас Надрамник Заменили На другой Машине Надрамник Старый Оставлен Резина Оставлена Также Здесь Старая Балансирки Усилили Здесь Рессорную Пачку Заднюю Усилили Передняя Пачка Полностью Новая Балансирка Теперь у нас Здесь 15 Тонная Вот Балансир Здесь В данном Случай Собран У нас На бронзовых Втулках В крышке Балансир Товотниц Установлен Для возможности Смазки Электрика Новая Пневматика Естественно Новая Это что Касается Машины Хаки Эта машина У нас Цвет Дымка Также Здесь Использован Удлинитель Горловины Воздушного Фильтра Бак 250 литров И на первой И на втором Машине Здесь уже Двигатель 7403 Оснащен Турбинами Машины У нас Обкатку Проходили Поэтому Состояние Такое У них Поезженное Сейчас У нас На улице Весна Наконец-то Наступила Ближе К нулю Температура Поэтому Горясь Конечно Присутствует От нее Никуда Не денешься Здесь Также Балансир Усилена Также Рессоры Усилены Задние Также Здесь Балансир Бронза С Товотницей Крышкой Также И кабина Под Евро Сделана Полы И Сидение Водительское С высокой Плюс Два Дополнительных Сидения Полка Высокая Крыша Также Преобразователь Прикуриватель Также Планар Присутствует Такая же Обшивка Внутренняя С подлокотником Здесь Водитель Попросил Оставить У нас Родные Его Светоприборы В виде Туманок По ЖД-14 Также Здесь Установлен Вот такие У нас Автомобили Получились Остается У нас Завтра Отправляем Мы Машины На Дополнительную Обкатку После этого Будем Менять Задние Втулки Кузовные И пальцы Втулки Пальцы Кузовные И надрамника Здесь будут Полустановые То есть Вот эта часть Будем Менять Целиком Вот эту Трубу Тоже Скорее всего Будем Менять Электроприемовая Вода Сделаны Сверху Рамы Для удобства Использования И на машинах Надо будет Решать По поводу Задних бортов Задние борта До конца Не закрываются Так как Уже Конструкция Нарушена Здесь Заднего борта С этим Тоже Что-то Будем Решать Резина Оставлено БУ Фаркоп Естественно Установлены Исполнение Ступицы Старого Образца С использованием Прижимов Так и в первом Так и во втором Случае Вот такие У нас Машины Получились Следующие Машины Уже В цех Заехали От этого Же Заказчика Процесс Сборки Скоро Начнется Буду снимать Видео Пока мы Их разобрали Одну машину Полностью Пескоструили И Агрегаты Уже На ремонте Находятся Очередной КамАЗ Пришел На ремонт 5320 Старый Модель КамАЗа Опять таки Восьмидесятые Года Выпуска Восьмидесятые Восьмидесятые Восьмидесятые